Специально для подписчиков Underground Art У меня в мастерской есть одна традиция. Каждый новоприбывший гость оставляет напоминание о себе в виде силуэта ладони, внутри которой он рисует то, что его характеризует. Как можно заметить, у меня здесь проходной двор. В хорошем смысле. Эта идея показалась довольно любопытной. Можно пронаблюдать индивидуальность каждого человека в рамках одной концепции. Мне хотелось, чтобы каждый отпечаток был максимально самобытный. Поэтому ребята выбирают те цвета, которые им больше всего нравятся. И место, где рука будет располагаться. Ну а дальше все по классике. Закрашиваем ладошку с учетом индивидуальных пожеланий. И по мере высыхания добавляем начинку. Иногда друзья сами берутся дорисовывать. Ну а почему бы и нет? Я только за. Со временем потолок сделался весьма залипательным. И довольно интересно наблюдать, как ребята отгадывают друг друга. Ладно, вернемся к нашему тотему. Появилось представление, как все должно выглядеть. На столбе будут вырезаны лица. И еще несколько символических элементов. Прототипы образов были распечатаны и склеены. Я планирую сделать из них трафарет, дабы наиболее корректно перенести изображение на столб. Я так понимаю, что я вырезаю все темные части. Допустим, глаза вырезаю. Вот эту вот челку с полосками. Бля, я их сейчас заметил. С восстановленным. Да, да не будем их просто вырезать. А просто видишь, тут несколько тонов. Есть светлый, серый и белый. Светлый это совсем. Надо просто границы четкие. Что, где, зачем находятся. Я понимаю, что нужно выбирать здесь, здесь, вот тут, вот тут бороду, вот так, вот так. Вот так. Да? Эти части. А давай знаешь, как сделаем? Сейчас я вырежу все черное, накидаю приблизительный рисунок и уже по этому приблизительному рисунку мы обозначим основные детали уже маркером. Ну, с трафаретами у меня никогда проблем не было, так что это я запросто. Они нам понадобятся только для того, чтобы более четко отметить местоположение голов. Поэтому с детализацией особо не заморачиваюсь, все схематично. Закрепляю малярочкой, чтобы не топорщился. Хотелось бы получить чистые линии. Повторяем процедуру со второй маской. Она у нас будет чуть пониже. Я вообще не врубаюсь, что делать дальше, так как рама уже имеет кое-какой опыт в этом деле, то он будет направлять и подсказывать. Причем вот эту часть, она должна уходить туда, чтобы как бы вот эти волоснян она находила вот так. Угу. В процессе я познакомлюсь с разным инструментом и буду пробовать пользоваться им. Внимательно наблюдая за рамой, я начинаю понимать принцип работы стамесок и делаю свои первые шаги. Вал, не торопиться. Бля, вы, амудень. Отрезал глаз. Да. Блядь, может он пират водит нахуй. Не, да это, ну, ничего страшного. Значит, надо делать глубже вот эти части вокруг. Может, на клей посадить? А? Может, на клей посадить? Да. Внимательно наблюдая за рамой, я удивляюсь, как это у него так все гладко получается. Но, с другой стороны, чего здесь удивляться? Ведь если ты частенько имеешь дело с деревом, то постепенно начинаешь врубаться, как с ним взаимодействовать. Блядь, она тупая нахуй. Привыкаешь к кавлопластике, учитываешь направление волокон и так далее. В конечном итоге работа спорится. А не фрезеру? Давай-то едем попробуем. Для этого проекта был приобретен специальный отрезной диск для болгарки, который довольно легко расправляется с деревяхой. Воистину, как хорошо иметь качественный инструмент под рукой. Короче, выбираем задний фон, чтобы наши рожи вылезли вперед. Было бы отстойно соскочить с резьбы после первой неудачи. Пробую еще раз. Свободного места на бревне еще предостаточно, и его нужно чем-то заполнять. Поэтому... Не говори еще. В общем, подстучали, фрезернули, подпилили, шкуранули. И вроде ничего. Ну тут, блядь, это охуяло. В дело пошли фигурные резцы. Это значит, что уже почти что все. Ну... А нет. С бородачом разобрались. На очереди африканская маска. Вообще, в плане смысловой нагрузки здесь полнейший хаос. Никакой конкретной идеи. Уже поперла импровизация, и из-за этого процесс создания кажется живым и интересным. До меня дошли электроинструменты. Вот это мощь. Я представляю, как бы было круто гореть на костре, если бы оказался в Древней Руси с балкаркой и желанием помочь побыстренькому замастырить какого-нибудь идола. Пока рама ковыряется смазкой, я, пожалуй, продолжу столб всякой разношерстной символикой. ковыряется. И это карелом, из-за этого Особенно раздумать есть атмосферу и конечно сто раз реально чай раньше додумался при паре и блин а фрезером вообще изи вырезается о а электростамеска я уберу все заусенцы там походу маска уже готова ну да это естественно еще не все что будет представлено в тотем поэтому ставим клеится заготовку и на десерт немножко ваших работ со стены ребятки вы большие молодцы спасибо вам спасибо 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 спасибо